Как чувствует себя Гаджимурад Рашидов после травмы, что в том злополучном эпизоде сделал бы иначе, а также, есть ли в его лексиконе термин визави, я разузнал у легковеса, находясь в Белграде. Этот наш с ним разговор я и представлю вашему вниманию, искренне желая нашему борцу скорее оправиться от травмы. Гаджимурад, как самочувствие? Да, сегодня уже лучше, и нога отхватывает, и подхомпу уже начинает ходить. Есть понимание, что за травма у тебя? Я знаю, как ты усиленно готовился к этому турниру, хотел стать чемпионом, а в итоге сложилось все не по твоему сценарию. Сильно обидно? Конечно, обидно, я столько сборов прошел, столько готовился после рассеи. И не только что я проиграл, но самое главное – нога от травмы. Ты же и не проиграл, у тебя все еще впереди было там, и даже вот эти баллы, которые ты отдал, ты уже отдавал в болезненном состоянии. Ну, это для болельщиков, которые хотели, чтобы я проиграл, которые пишут 4-0 проигрывал. Он прошел ногу, потом, когда хрустнул, я развернулся и отдавал, я даже стучался. И как бы он хотел еще что-то наказывать. А ты вот этот момент вообще помнишь так, отчетливо? Да, конечно, я помню. Очень быстро все произошло. Ну, он прошел быстро, и я как-то ушел, и я уже отходил назад, уже ногу почти вытащил, он как-то, как-то поймал. И когда, ну, это борьба так случилась, и потом я сразу развернулся, я понял, что не просто что-то серьезное. И он хотел на эту сторону наказывать, я устоял, и потом в правую сторону, где больная, на это, ну, и сделал. А сразу я постучал, я дал, что он мне надо травму получать. Если бы еще раз в этой ситуации оказался, как бы поступил? Иначе? Я лучше бы развинулся, я дал бы, чтобы травму не получил. Тем более, уже не так много времени осталось перед танком, и не хочется травмы, и терять форму тоже. Честно говоря, и утром говорил Зоу Рякова, что-то я хорошо чувствовал себя. И после сбора, ну, видно было, форму набрал свою, и хорошо чувствовал себя. Ну, может, и сам себя сглавил, может, ну, всякое, вот, я думаю, это все включено, это мы не решаем. Это от чешевиков, я думаю, значит, что-то хорошее еще ждет нас. На Хаджи Алиева обиды или злости нет за эту ситуацию? Нет, никаких обид, брат, это спорт, и каждый уходит, выговорит, может, если я прошел, может, и отменять, и такое получилось бы. Из-за этого нельзя никого нет, это спорт. Финал сегодня осмотрел своей весовой категории? Да, смотрел, и, честно говоря, я это ставил на Исмаила, ну, Исмаил тоже такой борец, который, он может любому хорошему выиграть, и любому тоже проиграть. Из-за этого, я думал, ну, 70 на 30 ставил. А у меня тоже неплохой такой, крепкий парень, ясно тоже, они на сбор приезжали, с ним работали. Получилось, получилось, и неожиданно. Если сейчас вот вернуть всю ситуацию назад, да, вот Гайдар рассказывал, как ты усиленно готовился, сконцентрировался, может быть, даже чрезмерно горел желанием победить, вот что бы изменило в подготовке? В подготовке, я думаю, ничего не поменял бы, потому что я все прошел, и кировки были хорошие, и все, и форму набрал. А так, насчет травмы, я бы, что изменил бы, или чуть собранный, ну, первые минуты, так, чуть расслабленный бы тоже, может, чуть собранный бы, поборолся бы, или, может, когда ногу прошел, не сразу, а другая. Я лучше дома остался. С кем тебе сложнее было бы бороться, вот, если бы у тебя была полноценная схватка с Хаджи Алиевым, повторная, да, или же с Исмаилом Усукаевым, как думаешь, вот в этом состоянии, в котором они сейчас находились? Ну, и Хаджи Алиевым тоже не походил, и с ним тоже, я думаю, да, не легко было бы, как-нибудь пропасть в чемпионате мира, и Исмаил тоже, да, хороший, и этот человек, и спорт тоже хороший, и с ним не легко его, для начала, чтобы у него балл взять, надо его поймать нахуды. Из-за этого, не каждый с ним умеет бороться с Исмаилом, из-за этого, и многие не знают, как найти подход к ему. Кто твой самый-самый принципиальный соперник, Алиев? Я такой человек, что душа у меня никогда не болит, и не бывает обиды, я кому-то проиграл, или что-то, ну, я хотел бы, совсем хотел бы побороться, и я сюда ехал, чтобы совсем поразить, и японцами, и с индунцами, иранцами, и американцами, я готов был на 100. Ну, получилось так, получилось, замечание измельчено уже, а так, чтобы у меня на ход у вас было, нет такого. Кто встретится с тем же и выйдет, побороться, и делаю все для того, чтобы выбрать. Не было такой мысли, что вот, может быть, надо сейчас больше внимания уделять качалке, там, тренажерному залу? Нет, я думаю, насчет этого проблем нет у меня, и наоборот, на трех, как многие жалуются, что ты мощный, ты просто крепкий, да. Я всегда на трех, на правой ноге уходил, работал, в ходе никогда не было проблем, и я думал, что сейчас тоже грамотно уйду и зайду на этот, возьму два балла спокойно, ну, никто не ожидал, что так случится. Догадки есть какие-то, что это может быть вообще, мениск, связки или там, ушиб или что-то еще? Мы-то надеемся на хорошее, чтобы обошлось без операции, без ночи, чтобы через неделю, через 10 дней максимум, чтобы я остановился и ушел на ковер. Надеемся на лучшее. Насколько оценишь этот год сам для себя? Да, год такой случился, что никто не ожидал такого, и как будто бы, как из-за коронавируса, как будто весь мир остановился. Столько планов было на этот год, и Олимпийские игры, и всего-то. Ну, мы же борцы, мы просто так не сдаемся, но, иншалов, пойдем до конца, и через это пройдем, и до этого тоже много чего видели, и два года проигрывал на Мире, терпел, терпел. И сейчас уже, я думаю, что все кучу, и все еще лучшее даст. Белград 2020 для тебя в одном слове? Неудачное место. И в заключение, что можешь сказать своим болельщикам, пожелать, и, может быть, как-то, не знаю, приободрить их, что ли? Много людей пишут, говорят, поддерживают, несмотря на то, что я снялся, и не отделяют от чемпионов, и считают как чемпиона. Конечно, приятно в душе. И я рад, что есть такие искренние люди у нас, болельщики. И хочу всем сказать в Баркболу спасибо. И хочу сказать, что люди тоже, которые не болеют, против болеют, они наводно семей делают. Мотивируют? И я думаю, что все будет нормально. Главное им терпение, чтобы они чуть-чуть подождали, и все на свое место станет. Для нас ты настоящий чемпион, и я уверен в том, что в самое ближайшее время ты это докажешь своими победами. Спасибо. Время. Да, и время для тебя. А вы можете подойти? Да, да, я уже сегодня чуть-чуть подожден. Мне писали в директ, болельщики, многие переживают за состояние Гаджмурада Рашидова. Вот как подтверждение, вы тоже подходите и спрашиваете о состоянии его здоровья, тоже переживаете? Я очень переживаю. Ну, я фанат российской, не российской, скажем так, дагестанской школы борьбы. Я болею за всех ребят из Дагестана. Я очень ждал эту схватку с Гаджи Алиевым. Да, и меня очень это расстроило. Ну, в принципе, это была очень ожидаемая для меня схватка. Мне очень жаль, что так получилось, и я желаю, чтобы мы быстрее восстановились, набрали боевую форму. И хочется, чтобы на Олимпиаде выиграли золотую медаль. Спасибо. Вячеслав Абдусаламов, Белград, Кубок мира по вольной борьбе. Спасибо.